Сегодня всю ночь лил дождь. Небо наконец-то прохудилось, а маки расцвели. Несмотря на непогоду, я все равно вышла пораньше, взяла кофе, иду, наслаждаюсь жизнью. Я, с одной стороны, дождь люблю, потому что после него зелень особо зеленая, а с другой стороны, дождь не люблю, потому что после него облетают все цветущие деревья. Мне всегда грустно наблюдать за этими, знаете, лепестками, которые мокрые, скукоженные, валяются на асфальте. Ну ладно, против природы не попрешь, как говорится. Я сегодня взяла с собой на чтение книгу полегче. Это Джули Кагава «Рождение дракона». Там, по-моему, в цикле 5 или 7 книг, что ли, уже, ну, что-то около того, не помню, не знаю. Не интересовалась, ребят. А я начала читать только первую главу. Сейчас дорогу пройдем. Пока дорогу переходила, обратила внимание вот на этот дом. Всегда мне на него очень обидно смотреть. Этот дом – одна из достопримечательностей города Ростова-на-Дону. У нас очень много таких домов, но это та достопримечательность, которая не охраняется государством. Машины, машины. Видите, что с ним происходит. Просто ждут, когда здание окончательно разрушится и продадут его под слез, построят очередную какую-нибудь нелепую высотку. Про Джули Кагаву я начала вам говорить. Прочитала я немного. Там даже, по-моему, до конца первой главы не добралась. У нас рассказывается на первых страницах о паре близнецов, которые на самом деле не близнецы. Они приезжают... Итак, 40 минут. В общем, их, вернее, привозят. Они не приезжают. Их привозят в небольшой городок, где они должны наблюдать за жителями, следить за их поведением и учиться быть людьми. Потому что наши главные герои, Эмпер, и как-то парня на Д зовут, не запомнила еще, или не на Д, может быть, на другую букву, наши главные герои на самом деле не люди. Они вылупились из яиц, и, насколько я понимаю, это драконы, которые приняли человеческий облик. Вот, смотрите, еще одно такое же здание. Очень обидно, что у нас исторические не сохраняют, а все под снос. А город, меж тем, у нас с исторической точки зрения очень красивый. Доброе утро, ребята. У меня сегодня очень сытный завтрак, потому что я непонятно, когда пообедаю. Хотела еще вчера показать, но поленилась, забыла, не знаю. На завтраке было не до того. А вот эти вот... Вообще, это называется у нас пирожное любимое. Ну, его так называют в пекарне. Это очень похоже на тот самый медовик из детства. Я не могу. Это моя хелесовая пята, наверное. Мне нужно обязательно, чтобы на завтрак было что-то сладкое, иначе я натуральным образом полезу на стены. И... Та-та-та! Сделала у Светы Янка Далт, потому что у себя ничего не нашла. У меня есть только Дочь дыма и костей, которую я читала раньше. И... И... Николай Ланцов будет охранять Романовых. Ну что, ребята, главный плюс Романовых – это то, что книга читается быстро. После завтрака я остановилась на 140-й странице. И... Пока никаких хороших впечатлений вам сказать не могу. Вообще, меня как бы не пугает, не смущает, не бесит, не раздражает то, когда писатель какой-либо другой страны берет за основу либо историю, да, либо мифологию, либо культуру другой страны. Поэтому я для себя в этом не вижу ничего страшного. Вот мне, кстати, еще нравится это оформление. Вот это еще один плюс этой книги. Прежде чем начать читать книгу, я прочитала ее благодарности и примечания, где она писала, что она взяла за основу, какие она допустила исторические неточности. Она много раз была в России. У нее есть здесь друзья. Она очень любит борщ и наше гостеприимство. Кстати, ну-ка, сейчас, я забыла. Там помимо борща она еще что-то написала. Вот она что еще написала. Борщ, пельмени. Пельмени. Как я могла забыть про пельмени? Но вся ее любовь к России, к истории династии Романовых не особо отразилась на книге, потому что, на мой взгляд, написана пока что она совершенно никак. Здесь могла бы быть совершенно рандомная история, рандомные девочки. Ничего бы не поменялось. Пока за 145 страниц произошло немного. Вся царская семья, она была в Подольске, естественно, под надзором большевиков, и затем их перевезли в Екатеринбург. И вот сейчас действие происходит в Екатеринбурге. Причем был момент, когда в Тобольске остается старшая сестра, остается Анастасия, наша главная героиня, и Алексей. А отца, мать и Марию забирают, при этом неизвестно куда, как бы они сами предполагают, что их забирают в Москву на суд, но 3-4 недели ничего неизвестно. Что делает наша Анастасия в этот момент? Наша Анастасия замечает, что один из солдатов по имени Заш как-то слишком привлекателен. Я когда это читала, я вспомнила, как Света рассказывала про какой-то Янка Далк несколько лет назад. Я не помню, как он называется, но в экранизации играла Хлоя Грейс-Морец. И там был момент, когда главная героиня приходит в себя. Это был постапокалиптический мир. Она лежит, она не знает вообще, целы ли у нее ноги. Она не знает, жив ли ее отец. Но, боже мой, какой же шикарный торс у парня. Это, конечно, не настолько сильно здесь описано, но приблизительно так же. Потом семья воссоединяется, их привозят в Екатеринбург. Условия их ухудшаются. Здесь есть еще одна такая допущенная вольность. Распутин был колдуном, который облегчал страдания Алексея. А наша Анастасия начинающая колдунья. Причем магия заключается в чернилах, в магических чернилах. Но пока что Анастасия знает лишь одно заклинание. Она не лечит Алексея, она лишь снимает его симптомы. Кто не знает, у него была гемофилия. Она знает заклинание облегчения. Понятно, что развязка будет трагическая, если, опять-таки, автор не допустила каких-то вольностей. Абсолютно сыро, абсолютно без впечатлений. Почему-то я ждала от всего этого шикарного оформления, от истории автором, что она любит и увлекается историей России, чего-то большего. Может быть, больше вольности, больше магии. То есть, чтобы это было больше похоже на выдумку. А здесь вот ни рыба, ни мясо. Очень много было вопросов за эту неделю чтения, что же это за страшное рогатое существо на холодильнике. Все на самом деле гораздо проще. Эту открытку я получила, забрала, взяла на нонфикшене. По-моему, в 2018 году там был небольшой стенд прибалтийской литературы. Мы как раз были на встрече с Вегнером. Это художница, которая живет в Риге. Вот она, Гита Трейци. И она иллюстратор. Вот она, лохладышская художница, живописица, книжный иллюстратор. И это иллюстрация детская. Не знаю, мне она очень нравится. Кстати, зайчик улыбается и вблизи, мне кажется, он не такой уж и жуткий. Ну, просто все в крайне сдержанной цветовой гамме. Ну, а там у нас пара героев из странных дел. Так что загадка страшного рогатого существа раскрыта. Ребята, что-то я от погоды немного в шоке. Град. Мне ноги просто покоцало конкретно. У меня такое впечатление, что меня отстегали крапивой. Мы с Катей иногда очень-очень любим погулять по ростовским дворикам. Вот мы находимся на улице Пушкинская. Видите, большая такая широкая улица. Есть вот такой вот незаметненький, незаметненькая арочка с маленькой дверочкой. Вы туда заглядываете, видите длинный-длинный коридор. И там дальше, ребят, вам откроется целый новый уютный мир. У нас вообще очень популярно делать вот такие дворы, в которых несколько частных домов. Или даже не частных, а каких-нибудь... Подворья. Подворья, да. В общем, просто супер. Обожаю. Вот этот мне очень нравится, прям дворик. И вот так вот в центре города вы попадаете в другую, немножко в другую вселенную. Потому что я считаю, что у нас Ростов вообще большая деревня. Ну, этим он мне, честно говоря, и нравится. Особенно меня манит вот эта разница. Видите, обязательно надо пройти какой-то длинный-темный коридор. И мы сейчас снова окажемся на Пушкинской. Я думаю, как и в любом другом городе, у нас в Ростове очень много мозаик в переходах. И вот это моя любимая. Все из-за вот этой планеты и космонавта это называется. Ходим с Катей, гуляем маленькими улочками. Как говорит Екатерина Евгеньевна, люди, которые в таких домах ставят пластиковые окна, это очень позитивные люди. Дом разваливается, но меж тем окна реально абсолютно новые. Меж тем это еще жилой дом, который не списали в нашем городе. Мы с Катей, кстати, все думаем сделать какое-нибудь видео про Ростов-на-Дону. Ну, наверное, будет пяти какой-нибудь часовое. Нет, я, возможно, думаю его поделить, знаешь, как-нибудь по категориям. Там отдельно про кофе, отдельно про еду, отдельно про всякие домишки, на которые стоит посмотреть в нашем городе. А потому что вот мы сейчас идем по улице Петровской, несмотря на вот такие вещи, да, разваливающиеся заборы, там, рушащиеся дома, она очень, не знаю, очень мне нравится, она очень уютная, это реально так. И вот мы сейчас как раз... Да, ну в центре города, если что. Да, это центр города. Мы сейчас вывернем из-за угла, и нам откроется прекрасный вид на дом, который мне очень и очень нравится. Он, наверное, еще не такой цветущий. Ну, еще не цветет, но меж тем уже видно, что здесь будет красота. Ну, извините, ребят, я не могу. Мне все эти дома очень нравятся. Мы ходим, я вам все показываю, на что глаз мой падает. Смотрите, какая странная конструкция. Здесь, получается, стена у дома деревянная. Но внутри она не деревянная. Да, окно заложено кирпичом, и я так понимаю, там, в принципе, стена кирпичная. Вот такие странности нашего городка. Нет, все, обязательно, Катька, летом будем с тобой делать путеводитель по Ростову-на-Дону. Если не сдохнем от жары. Дорогие друзья, я снова в стадии фантомаса. Если вы видите, то у меня даже просто разница между моим лицом и кожей на голове офигительная. Мое лицо... Не на лице. Не на лице. Мое лицо, ребят, сгорает всегда. Солнцезащитой я пользуюсь вообще круглогодично. Летом особенно. Я всегда наношу. Причем я беру с собой всяческие спреи, но мое лицо 100% под лицо. Ему ничего не помогает. Оно всегда летом, даже не летом, а вот где-то именно с мая по октябрь, оно находится в активной стадии апельсина. Боже, активная стадия апельсина. Окей. И это еще пока, видите, такое небольшое розоватое свечение. Скоро это превратится... Ты только зреешь. Я только зрею, да. Скоро это превратится совершенно в другой цвет. Поэтому тональный крем у меня для зимы, для лета очень сильно разнится. Когда я покупаю себе что-нибудь такое коричневатое, ну не коричневатое, я все равно бледная, да. Катя, ой, куда ты купилась? Я говорю, Катя, подожди, наступит июль, и для меня этот будет еще чересчур светлый. Так, ребят, я за сегодняшний день успела прочитать 70 страниц. Это, конечно, немного, но пока я не могу сказать, что мне нравится. Но пока ты не можешь себе позволить читать больше в рабочей. Да, не могу сказать, что мне нравится, но не могу сказать, что и не нравится. Очень пока никак, скажу честно. Никаких особенных впечатлений. Я уже говорила о том, что здесь у нас в главных героях брат и сестра. Они драконы, они состоят в некой организации Коготь. Это тайная организация, где все, собственно, драконы. Их главная цель в этом небольшом городке научиться вести себя, естественно, среди людей. И есть другая организация, Святой Георгий. Это охотники за драконами. И во второй главе мы знакомимся с Гарретом, с 17-летним парнем, по-моему, 17, если я правильно почитала, который охотник на драконов. Мне, вот вторая глава, мне не очень понравилась, из-за того, что наши охотники на драконов, у них М-16, у них бронебойные пули, но извините, что это за охотники на драконов. Охотник на драконов должен быть с копьем, с мечом, на коне бравый боевой парнишка. Лук, согласна. Меч, копье, это надежно. Специалист говорит. Специалист по драконам, да. Тебе, короче, не нравится, что здесь технологии есть? Я не люблю, когда в фэнтези, да, вот такие вот элементы, вот эти все, современное оружие, какие-то бронежилеты, вот не очень мне это нравится. Плюс первая глава мне очень сильно напомнила «Сумерки», поскольку наши главные герои едут в маленький городок, знакомятся с новыми ребятами. Может, это каждый второй «Янг-дал»? Я, конечно, буду читать дальше книжечка, небольшая. Если первая по итогу мне понравится, то продолжу знакомство с циклом. И вот тут вот у нас в начале я уточнила, здесь прямо написано, читайте в серии, пять книг в серии заявлено. Наверное, это все. А, знаете, что меня умилило? Подождите, в конце книги... Боже, у меня так светло. Я же в благодарность, у тебя тоже есть. Это что? Вопросы для обсуждения. Да, это фишка у Фридом, да, в «Янг-далте». У тебя сколько вопросов? Для кого эти вопросы? У меня 8. Особенно мне нравится, знаете, как... Тут кто прав, кто виноват, проведите дискуссию. Но дискуссию мы, наверное, все-таки оставим на потом, да, когда дочитаем. Давай же подискутируем. Дочитаем книги? А я дочитала, здрасте. А, ты дочитала? А-а-а, ты дочитала? Вот так вот. Давай-ка дискутировать, друзья. Нет, вот эти вопросы для обсуждения, я когда их первый раз увидела, такая, думаю, гля, мы что, в пятом классе, что ли? Ну, мне кажется, просто это немножко не в тему. А с одной стороны, вопросы, которые наталкивают читателя после, да, прочтения книги, это, конечно, хорошо. Но мне кажется, во-первых, формат жанра не тот и немного не та возрастная аудитория. Вот если бы это были детские книги, рассчитанные на возраст 12-14 лет, и там были вопросы, я бы прям окей, даже похвалила. У меня в книге рейтинг 16+. Здесь тоже 16+, и это не... Друзья, кому 16+, расскажите, вам нужны вопросы для обсуждения, либо вы, может, вы без вопросов, не знаю, не можете поговорить о книге. Как я и сказала сегодня с утра, и так я осталась при своём мнении. Единственный плюс вот этой книжки, это то, что она быстро читается. У меня на этой неделе чтение, получается, есть две книги, которые я прочитала за день. Один, это Justice Man и как раз вот это, и они обе никакие, абсолютно никакие. Это чтение на раз, причём я бы её бросила, не будь я связана с вот этим обязательством, да. С одной стороны, автор добавляет магии, это художественное произведение, а с другой стороны, она настолько пытается всё это привязать к реальным событиям, которые были, вплоть до того, что она оправдала то, как Анастасию и Алексея расстреляли в 2007, по-моему, нашли останки Анастасии и Алексея, и как бы и развеялась вот эта вот фантазия, этот миф, что, возможно, они выжили, они сбежали. У них была полноценная жизнь. Нет, она тут вывернулась, придумала магические трюки, и вроде как и трупы есть, а вроде как их и нет. Зачем это надо было делать? То есть, если ты пишешь художественное произведение, фантазируй, уйди от реальности, я не знаю, на весь клюквы. Но, блин, это просто... Бери историю и лепи из неё что-то своё. Эту историю мне было просто скучно читать. Вот это любовная линия. Я же надеялась, но думаю, ну окей, Заш, солдат, большевик, Анастасия, ещё и лысенька их там побрили. Это тоже, кстати, реальный факт, от шейх всех обрили. Но любовная линия, она никакая. Между нашими героями на протяжении всей книги только один, один поцелуй, один такой вот недопоцелуйчик. Да, там были опасные ситуации, но вот той любви, ненависти её не было. Тут скорее дружеская линия, но не любовная, но при этом в конце наши друзья остаются жить вместе. Я подозреваю, что это из-за того, что автор, она состоит в ассоциации... Сейчас я скажу, как она называется, ребят. Ассоциация «Христианские писатели Америки». Я вроде и надеялась на что-нибудь эдакое. Надеялась там, может, хотя бы на клюкву, чтобы мне было весело. А у меня вообще никакие впечатления. Никакая героиня. Никакой этот Алексей. Я понимаю, она очень любит историю. Она очень любит именно династию Романовых. Но их семья, она настолько идеализирована. Их настолько она сделала идеальными, что они отчасти мало похожи на людей. Чуть ли не бабочки над ними порхают. Чистые невинные души. Ну, хорошо, ладно. Короче говоря, ожидала одного, получила другое. Просто слабая никакая книжка. Грустно, когда так случается. Когда книга никакая, да, вообще вот не вызывает никаких эмоций абсолютно ровные. Ты что читаешь её, что нет. Это обидно. Лучше уж пусть побомбит, эмоционально заденет, чем вот так. Я согласна с тобой. Ребята, вот и подошла к концу наша неделя чтения. Она была совершенно прекрасна. Я скажу честно, я буду скучать. Но вы не расстраивайтесь. В июне у нас будет марафон завтраков. В июле у нас будет марафон... Меня заставили это читать, где же я буду читать книжечки, которые Катя, как я знаю, выбрала для меня. Ей осталось только запаковать и вручить их мне в июне. Мы очень надеемся, что вы хорошо провели с нами время. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до скорой встречи. С вами эту неделю была Светлана, Екатерина и котики. Оставайтесь на этом прекрасном канале с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...